Казахстан 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 Укрепила в сознании наших граждан Что мы должны идти по пути мира По пути согласия Что мы должны создать и укрепить наш единый казахстанский народ К этому мы и идем Для этого действительно в этом юбилейном году Когда мы отмечаем 20-летие образования Ассамблеи народов Казахстана У нас есть целый ряд мероприятий, которые мы должны проводить По укреплению идентичности нашего государства Чтобы мы лучше знали культуру, традиции, обычаи друг друга И особенно коренного казахского народа Для этого мы проводим целый ряд мероприятий Вот в этом году, 10 мая Наш Чечелий-Ингурский этнокультурный центр отметил 25-летие образования За это время мы сумели создать у себя отличный коллектив Ансамбля в войнах, где участвует порядка 100 юношей и девушек Я хочу сказать, когда выступает наш ансамбль У нас не бывает проблемы явки зрителей Он всегда бывает у нас аншлаг Ему присвоено звание народный Он является лауреатом республиканского конкурса «Шабыт» И на всех государственных мероприятиях На народных праздниках он всегда выступает И с желанием бывает принят зрителями Ну, кроме этого, мы создали школу по изучению родного языка Чеченского, ингурского языка Где тоже занимается большая группа и чеченских детей И ингурских ребят Ну и вместе с тем, мы хотим, чтобы наше подрастающее поколение Овладело государственным казахским языком И когда мы проводим конкурсы на лучшее знание родного языка Мы обязательно проводим конкурсы И на лучшее знание государственного языка Чтобы дети знали историю Казахстана Чтобы больше знали о лидере нашей нации Чтобы знали о прекрасных местах нашего государства Чтобы знали историю и культуру казахского народа Почему? Мы хотим, чтобы знали больше о культуре, истории и традициях казахского народа. Вы знаете, что мы являемся одним из народов, насильственно незаконно депортированных в 1944 году, высланных в Казахстан по надуманным причинам, будто бы мы способствовали фашистским захватчикам в годы войны. И в то же время история знает, что на территории бывшей Чечено-Ингурской республики вообще не ступала нога немецкого солдата. Они были остановлены на подступах к нашей бывшей республике на территории Осетии. Но вместе с тем не только мы подверглись, подверглись такой депортации в 1937 году корейцы, позже балкарцы, немцы по Волжье и ряд других народов. И вот, чтобы быть благодарны коренному казахскому народу, в то тяжелое время, когда мы были высланы, не зная языка, не зная обычаев, традиций, да и местные казахи не знали, что мы из себя представляем. А власть внушала, что это едут людоеды, что это значит убийцы, враги народа и так далее, и так далее. Действительно, казахский народ вначале был насторожен, что же это за люди. Ну, потом, когда привыкли, видят, что они такие же мусульмане, совершают намаз, держат урожду, они привыкли и поделились куском хлеба, потеснившись, дали угол своего скромного жилья. Вот, и вот это спасло наш народ. Поэтому мы благодарны казахскому народу. Я вот в 2010 году был приглашен главой республики Ингушетия Юнсбеком Евкуровым на международную научно-практическую конференцию, где была тема «Казахстан. Наша Родина». Я третьим выступал с докладом, и я там произнес примерно такие слова. О, Степь! Мы в войнах и благодарны тебе за то, что ты в тяжелые годы репрессий не отторгла нас от своей груди. Мы всегда будем помнить с благодарностью сыновей и дочерей казахского народа. И грядущим своим поколениям передадим, чтобы сохраняли вот эту дружбу. И вы знаете, каждый выступающий, последующий докладчик ссылался на эти слова, а когда я это произнес, зал встал и минуты три аплодировал. Это говорит о том, что войнахский народ всегда будет помнить о казахском народе. Нам сейчас, в год 20-летия образования Ассамблеи народов Казахстана, надо воспитывать подрастающее поколение на традициях дружбы, единения, на традициях перенесенных тяжестей всех народов нашей страны. Это и голод казахского народа в 1932 году, это и репрессии, это и раскулачены, высланные, это и эвакуированные. И вот эти наши народы, которые проживали совместно, они в этих трудностях приобрели дружбу, приобрели взаимопомощь друг к другу. И нам надо вот эти традиции передавать подрастающему поколению. Для этого мы действительно в этот год, юбилейный год Ассамблеи проводим встречи со старшим поколением, рассказываем о тех трудностях, которые были перенесены в годы выселения. Мы хотим, чтобы наша подрастающая молодежь была воспитана в духе казахстанского патриотизма на основе вот этих трудностей, которые перенесены, на основе солидарности всех этносов нашего народа. Этому способствует действительно Ассамблея нашего народа. У нас, кроме Ассамблеи народа Казахстана, которая объединяет все регионы, в каждом регионе, в области, в городе созданы еще Ассамблеи вот этих территориальных образований. И все мы, когда проводим мероприятия, один этнос приглашаем, другие этносы, чтобы друг друга знали больше. И вот одним из таких мероприятий буквально 25 числа текущего месяца, июля, вот на набережной реки Есиль, наше молодежное крыло проявило инициативу провести чемпионат Акмолинской области и города Астаны по воркауту. Это вот новый вид спорта, который у нас мало распространен в республике. Ну вот молодежное крыло нашего центра уже 2-3 года занимается вот этим спортом. И вы знаете, собралось большое количество, порядка полутыщи 600 зрителей. Одних участников чемпионата было 76 человек. Это и казахи, и чеченцы, и ингуши, и русские, и украинцы. И вот когда проходило вот это шоу, и главным лозунгом этого чемпионата было «Не пей, не кури, будь сильней». И вот ведущий Роска говорит «Не пей, не кури», а вся вот эта масса, которая присутствует, подхватывает бой здоровей. Вот когда открывался этот чемпионат в своем вступительном слове и в заключении, я ребятам всем присутствующим сказал, вот подобные мероприятия в этом юбилейном году, которые мы проводим, вы сегодня поближе познакомились друг с другом, узнали друг друга, все и участники, и судьи, и ведущие этого мероприятия. И вот вы сегодня, познавшись, никогда не пойдете друг против друга, вы наоборот сегодня обнимаетесь, желаете друг другу успехов. Когда выступал один спортсмен, вы его поддерживали. И вот такие мероприятия, они способствуют воспитанию нашей молодежи духи казахстанского потенциала.